Ребята, здравствуйте! С вами Алексей и добро пожаловать на мое новенькое видео по игре American Truck Simulator. Друзья, сегодня мы с вами посмотрим на новое DLC, на новый штат Юта для игры American Truck Simulator. Так что, друзья, всем вам заранее приятного аппетита, кто решит покушать и приятного просмотра. Я постараюсь это сделать обзор не продолжительным, но очень информативным. Так что, ребятки, погнали смотреть на Юту. По традиции, свой рассказ я хочу начать о реальном штате Юта, девиз штата Юта Индастри, что в переводе на русский язык означает усердие. Но оно, в принципе, и понятно, ведь официальное прозвище штата — штат Улей. Все мы прекрасно знаем, что пчела является чуть ли не самым усердным и трудолюбивым насекомым. Штат состоит в группе горных штатов, расположен в районе скалистых гор, граничит на северо-востоке со штатом Вайоминг, на востоке со штатом Колорадо, на юге с Аризоной, которая уже присутствует в игре, на западе — с Невадой, которая также присутствует в игре, но на севере — с Айдахой, и мне кажется, что именно Айдахой будет следующим штатом. Столицей и крупнейшим городом штата Юта является город Солт-Лейк-Сити. Помимо этого, имеются еще два очень крупных города, которые называются Огдон и Прово, и эти города, кстати, представлены в этом дополнении. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о рельефе местности этого замечательного штата. Рельеф крайне разнообразен. Если посмотреть на северную его часть, то там мы увидим очень красивые и очень высокие горные хребты. Самой высокой точкой является гора под названием Кингспик. Она возвышается аж на целых 4123 метра над уровнем моря. Это невероятно высоко. Западная же часть, наоборот, более пустынна, и как раз-таки в этих местах сосредоточено 75% населения штата Юта. Но стоит отметить, что не только горными хребтами славится штат Юта. Также здесь расположена, наверное, самая известная равнина под названием Баневиль. Место, где сосредоточена очень высокая скорость и идеальная как стекло поверхности соли, которая появилась в результате, естественно, осушения одноименного озера Баневиль. И она также представлена в игре. Ну а далее, друзья, мы с вами поговорим о достопримечательностях этого замечательного штата, ведь не только горы и пустыни будут ждать нас в этом месте. Одно из самых известных мест это долина монументов, высота которых может достигать аж 1 тысячи футов. Это невероятно красивое образование скальных групп, которое вы можете встретить как в этой игре, так и на нашей планете. И поверьте, это лишь одна, одна из достопримечательностей, которые смогут вас удивить в этом штате. И да, к слову, не забудьте заглянуть в каньон Бингхем. Он так именно называется. Этот каньон находится к югу от большого соленого озера, по которому я говорил вам ранее. И просто на секундочку вам хочу сказать, что это один из крупнейших открытых карьеров мира. И приехав туда, ну, вы останетесь как минимум под впечатлением. Ну а также стоит помнить, что в каждом городе или поселке, в который вы заедете на территории данного штата, вы сможете обнаружить крайне интересные достопримечательности, которые выражены здесь музеями и красивыми зданиями мэрии. Но не только мэриями и судами. Известен этот замечательный штат. Также советую посмотреть по сторонам, и, быть может, вы найдете что-нибудь действительно интересное. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор, к сожалению, заканчивается. Но не унывайте, впереди еще будет очень много геймплейных роликов, где я выскажу свое финальное мнение по этому замечательному дополнению. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, дабы не пропустить эти ролики. Но если вкратце о дополнении, стоит еще отметить, что общая протяженность дорог этого штата составит 3500 миль. Всего на карту будет добавлено 10 новых городов, включая такие гиганты, как Salt Lake City, San George и Moab. Также будут добавлены новые грузы Special Transport DLC. Вам нужно будет приобрести это дополнение отдельно. И прочие-прочие изменения, которые будут добавлены в патче 1.36. Все, друзья, на этом все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если это действительно так, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если по каким-то причинам этого до сих пор еще не сделали. Ну а с вами был Алексей. Желаем всем хорошего настроения, всем огромной удачи, пока и еще увидимся.